Статус «Дети войны» не определен законодательно, хотя жители страны, рожденные в годы Великой Отечественной, которым пришлось вынести все тяготы, беты, лишения огненных сороковых, повсеместно поднимают этот вопрос. Поэтому книга воспоминаний детей войны, очерков и зарисовок о них вновь подчеркнула важность требуемого внимания вопроса. И более всего это дань уважения пережившим в детстве, младенчестве, годы войны. Причем написана она человеком, познавшим все это на себе. Моя история как ребенка войны аналогична всем. Я проживала в период войны в сельской местности и все-таки, может быть, моя жизнь была более легкая, потому что мой отец вернулся живым, хотя раненым. Тамара Алексеевна родом из села Лена Ленского района, что в 15 километрах от станции ШИС. Долгое время жила в Коряжбе, работала главбухом в ПМК-180, затем в Котласе в контрольно-ревизионном управлении Минфина. С выходом на заслуженный отдых занялась изучением истории края. Когда вошла в число членов Союза краеведов России, посчитала своим долгом написать книгу о детях войны. Интересно оно тем, что там включены письма с фронта, наставления отцов, которые воевали своим детям, жизнь крестьян, жизнь блокадного Ленинграда. Тамара Ихлакова сознательно не стала включать в книгу свои воспоминания, посчитав это нескромным. Ну а жизненный опыт помог ей обработать огромный объем материала, отобрать самое важное, чтобы донести до читателя. Такого не должно повториться. Это нужно нашим детям и внукам. Так оценило руководство типографии «Успешная» книгу, над которой пришлось работать. Те, кто уже успел прочитать или хотя бы перелистать книгу, отзывались, читать без слез невозможно. Эта книга, она важна тем, что она по ее содержанию, как там все изображено, преподнесено, она должна служить настольной книгой именно для молодежи, чтобы они прочли эту книгу, проникли судьбами наших бабушек, дедушек и родителей, родственников. В книгу вошли воспоминания нескольких коряжемцев и зарисовки о них. Петра Ивановича Береснева, Фаина Егорнышмаковой, рождение которой совпало с началом Великой Отечественной войны. Возможно, не все увидели призыв о сборе материала, но о том, что напечатано этой историей, не просто одной семьи, это история страны. В 400-страничной книге много фотографий, документов того времени, использованы материалы Котлского Кривеческого музея. Возможно, издание этой книги подтолкнет созданию сборника воспоминаний детей войны и в нашем городе. Я думаю, что наша дружба, она продолжится и переразмет в новые какие-то проекты, и это даст толчок развитию нашего общего проекта. И появится еще одна книга, а может быть и не одна, может быть и будет целая серия о вас, о детях войны. Сердца младые, пронзенные войной. Книга о детях войны и создана она представителями именно этого поколения. Автобиографичность, реалистичность, наверное, самое ценное в увидевшем свет издании. И это по достоинству оценят читатели.